Вы верите в то, что можно полакомиться нарисованной конфетой? Вы можете представить полет на огурце? Нет? А зря! Оказывается, такие чудеса случаются, и рассказал нам о них детский писатель Юрий Михайлович Дружков, которому в 2022 году исполнилось бы 95 лет. Как-то летом, отдыхая вместе с другом Иваном Семеновым на даче, Юрий Постников, это настоящая фамилия писателя, придумал необычайно веселых сказочных персонажей. А Иван Семенов, будучи по профессии художником, создал зрительные образы этих героев. Так появились на свет карандаши Самоделкин, знаменитые на весь мир персонажи. Знаете таких? Они волшебники. У карандаша вместо носа волшебный карандаш. Все, что он нарисует, тут же оживает и превращается из нарисованного в настоящее. Самоделкин – маленький железный человечек, у которого волшебные руки. Он умеет мастерить разные невероятные машины и делать что угодно. Герои всем очень понравились и специально под них в 1956 году был учрежден журнал для самых маленьких читателей «Веселые картинки» с изначальным тиражом в 11 миллионов экземпляров. Юрий Дружков проработал в этом журнале со дня его основания и до последних своих дней. Визит на карточкой «Веселых картинок» стал, конечно, клуб «Веселых человечков». Придуманные Дружковым карандаши Самоделкин наряду с другими сказочными героями вошли в группу персонажей «Веселых человечков», постоянных героев рассказов и комиксов в журнале «Веселые картинки», а также детских книг и мультфильмов. Эти два героя, да еще персонаж Русского народного театра «Петрушка» стали единственными из восьми «Веселых человечков», придуманных именно в России. Ведь Незнайку придумали в Канаде, Дюймовочку в Дании, Чиполино и Барантино Пиноккио в Италии, Горвинек из Чехии. Герои полюбились многим поколениям и всегда поднимали настроение своими неугомонными веселыми приключениями. Сама судьба Юрия Дружкова не была столь радужной. В три года мальчик тяжело заболел костным туберкулезом и не смог ходить и даже двигаться. Его отправили на лечение в санаторий, где вдали от родных он встретил и голод 30-х годов, и фашистскую оккупацию в начале 40-х. Лишь в 14 он встал на костыли и только после 20 лет сменил костыли на палку. Из-за болезни Юрий не мог жить полной жизнью, как его сверстники, и потому от тоски и безысходности, будучи прикованным к кровати, начал сочинять сказки о том, как он плавает по морям и океанам, путешествует по дальним странам. Годы, приведенные в санатории, открыли в мальчике талант в сочинении фантастических сказок. Поправившись, Юрий Постников увлекся профессиональным литературным творчеством. Под своей настоящей фамилией Постников автор выпустил в 1960 году первую крохотную книжку-комикс «Необыкновенные приключения знаменитого путешественника Пети Рыжика и его верных друзей Мика и Мука» и несколько сказок «Жадный пылесос», «Шапка-невидимка», которая стала сценарема к мультфильму, «Зачем барану рога», «Могут быть у льва уши больше, чем у зайца», «Можно ли летать под водой», «Кузи Робинзон», «Почему у змеи такая длинная шея» и другие. В 1964 году автор написал книгу «Приключения Грандыша и Самоделкина». Именно тогда и появился псевдоним «Дружков». Руководство издательства приняло книгу в публикацию, но потребовало поставить на обложку книги любую другую фамилию, только не сотрудника веселых картинок. Юрий Михайлович был тогда влюблен в девушку по фамилии Дружкова. В знак своей преданности писатель взял этот псевдоним. Книга вышла тиражом в 250 тысяч экземпляров и тут же стала детским бестселлером. Ее стали издавать по всему миру, а в 1969 году она получила золотую медаль в городе Прага как лучшая книга столетия для детей. Это истории о приключениях двух неунывающих друзей и волшебников, об ужасных и страшных разбойниках, а также обыкновенных мальчишках. А началось все с чихающей коробки, которая лежала на полке в игрушечном магазине. Чего здесь только нет! И погони, и похищений, по небу летал огурец с птичьими трилышками, по дороге ехала машина на пуховых подушках. Благодаря удивительным способностям друзья попадают в различные приключения. Несмотря на такое большое количество безнадежных ситуаций, которые заставляют читателя волноваться за героев, сопереживать им, карандаш и самоделкин всегда выходят победителями. В этом веселым человечкам помогают такие качества, как доброта, отзывчивость, смелость, умение принимать верные решения, исправлять ошибки, вовремя идти на помощь другим героям, умение заботиться о младших, любить и видеть прекрасное в обыденных вещах, окружающих нас. Увлекательные сюжеты и множество интересных фактов из истории географии, научных и энциклопедических сведений сделали эту книгу не только упоительной, но и по-настоящему полезной и познавательной. Очень верно подметил сам Юрий Михайлович, заканчивая книгу словами, сказанными от имени волшебников. Кто все делает сам, тот обязательно становится волшебником. А вы, согласны с его мнением? Кроме увлекательных историй, книга содержала массу смешных картинок, ведь вместе с писателем над ней работали веселые художники Иван Семенов и Виктор Чижиков. Неудивительно, что на редакцию обрушились мешки восторженных ребячьих писем. О популярности книги свидетельствуют слова письма, которые отправил Постникову сам Корней Чуковский. У нас в переделкинской библиотеки есть ваша книжка. Я также, как и все, встал в очередь. Через три месяца мне ее дали, я ее прочитал, и книжка мне очень понравилась. Читатели просили предложение истории. Мечта советской детвори сбылась в 1984 году, когда вышла волшебная школа. Юрия Андрушкова не стало в 1983 году. Он не дождался выхода этой книги, видел только отрывки в журнале. Школа, о которой здесь повествуется, необыкновенная. Ни в одной другой школе нет уроков фантазии, уроков стуканье и бряканье, уроков доброты, уроков смеха и радости. В этой школе Карандаша Самоделкин учат маленьких детей настоящему волшебству. А это так важно владеть волшебством. Ошибается тот, кто говорит, что волшебство и волшебники бывают только в сказках. Авторы этой книги точно знают, что волшебство, однажды прикоснувшись к ребенку, по-доброму и ненавязчиво, учит малыша творить, созидать, совершать открытия в мире техники и даже в науке. Отправляйтесь в школу, открытую Карандашом и Самоделкиным. Только не попадайте в руки бывшему шпиону Дырке и пирату Буль-Буль. Всю жизнь Юрий Михайлович Дружков работал для детей. Писал сказки, рассказы и кукольные пьесы. В 1983 году вышел радиоспектакль по его книге «Приключения Карандаша» и Самоделкина, в котором, как и в мультфильмах, Карандаша озвучивал артист Георгий Витцин. С его героями создавались множество детских геофильмов. В перу Юрия Дружкова принадлежит фантастическая повесть для юношества «Прости меня». Последние 10 лет жизни автор работал над книгой «Кто по тебе плачет». Вышла она в свет только через 20 лет после того, как его не стало. Сам Юрий Дружков считал именно эту книгу главной в своем творчестве. Это первый и единственный роман для взрослой аудитории известного детского писателя. Действие романа происходит в начале 80-х годов прошлого века. Самолет, на котором летит главный герой, терпит крушение в глухой сибирской тайге. Спасается только он и молодая женщина. Пытаясь выйти к людям, они, наконец, добираются до островка цивилизации, базы, которая оказалась заброшенной. Вот-вот должны прийти люди. Но их все нет. И связи с миром тоже. Книги Юрия Дружкова печатаются многомиллионными тиражами на 28 языках мира. Они интересны современным детям. В сказках Юрия Дружкова не только смех и невероятные приключения. В них ласка и забота необыкновенные, поразительные. Тут сказалось тяжелое детство писателя, где из-за болезни и разлуки с родными он недополучил родительской любви. Уж если и заболеет в его сказках малыш, то лечить его будут по-особенному. Если и поставят ему горчичники, то волшебные, щекотальные, чтобы не было больно. Основные ценности и мысли, пронесенные через все истории, это дружба и взаимовыручка в любых ситуациях, волшебство и чудо, интерес к изобретениям и знаниям. Дело отца продолжил его сын Валентин Постников, который написал 25 книг для детей с полюбившимися многими поколениями героями. Но это уже совсем другая история. Приходите в библиотеку и знакомьтесь с этими удивительными книгами без времени. Заряжайтесь волшебством. Приятного всем прочтения и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok